Приветствую всех, с вами Леонид Голованов, Дорожный просвет. На этот раз будет посвящен представительским автомобилям России, скажем так. Я вот сам телевизор не смотрю давно, ибо не могу, не получается. Но я знаю людей, которые знают людей, которые смотрят телевизор. И вот они рассказали, что президент Путин где-то в одном из телеэфиров сказал о том, что ему разработали российский лимузин. Все мы помним, естественно, что раньше генсеки Советского Союза ездили на действительно лимузинах марки Зил. Потом все это кануло в лету, и Зилы, и Чайки, и так далее. Сейчас все наши и высшие лица государства, и министры, и так далее, ездят на Мерседесах, БМВ, Ауди. И я, во-первых, хочу с вами поговорить об этом. Вот что вы испытываете от этого факта? От того, что наши власти ездят на автомобилях производства и разработки другой страны. Причем, ну, все мы, естественно, помним, что все-таки Германия была главным врагом Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Вот что вы испытываете от этого? Испытываете ли вы горечь? Хотите ли вы, чтобы президент ездил опять на Зиле, а не на Пульмане Мерседес С-класса? Хотите ли вы, чтобы у министерств вновь стояли чайки новые и так далее? Хотите ли вы, чтобы наши дороги опять запланили, скажем, Победы и Волги? Какие-нибудь там новые? Да, почему я спрашиваю про это? Потому что все это есть в планах. И сейчас я расскажу об этом. Пока напоминаю, телефон прямого эфира 6510996, код Гор 495. Пожалуйста, звоните и делитесь. Мне интересно очень ваше мнение, интересен срез, интересна обратная связь. Потому что у самого, у меня, скажем так, есть две точки зрения на этот вопрос. И сейчас мы об этом поговорим. Мы в авторевью, естественно, эту новость о том, что разработан новый российский лимузин президентский, восприняли очень серьезно. Провели, как это у нас вводится, журналистское расследование. И мои коллеги Сергей Знаемский и Игорь Владимирский раздобыли очень много интересной информации. Вся она будет опубликована в свежем номере авторевью, который появится на прилавках в следующий вторник. Вот сегодня мы как раз сдаем все это дело в печать. Материал будет называться «Миллиарды за кортеж». Настоятельно рекомендую всем купить и почитать. Вот, «Кортеж» — это не просто слово, а «Кортеж» — это проект, разработанный Минпромторгом и Институтом НАМИ. И в рамках этого проекта должны быть созданы к 2017 году и «Зилы», и «Чайки», и «Руссобалты», и даже суперкары «Маруся» и другие автомобили «Маруся» — это фирма «Фоменко Николая». Она уже там тоже упомянута. Вот давайте сразу пошли у нас звонки. Александр дозвонился. Александр. Да, да. Приветствую вас. Доброе утро. Знаете, конечно, очень приятно будет, когда все-таки на нашем автопроме будут ездить все, не считая там президента. Я сам в свое время служил в армии на срочную службу и возил, в общем, командира космодрома «Байконур». Ездил, у меня там машина была «Чайка» ГАЗ-13. Да, прекрасно. Вы представляете? Прекрасно. Конечно. Это же автоматика в то время, это было, не знаю, в общем, в словах это не выразить. Да, и красивейший ведь автомобиль. Так престижно, так красиво она вообще выглядела, что просто ехал, я просто не ехал, я просто считал, что я лечу где-то в облаках. Это правда. И для меня считалось, что это сказка какая-то. Да. Несмотря на то, что там какие-то иномарки все равно уже существовали, ну, тем не менее, все-таки наша есть наша. Тем более, она была производная от победы. То есть, такое ощущение все-таки победы, она существовала. Вот подъем, пафос какой-то, ну, примерно так. Конечно, конечно, конечно. То есть, вы считаете... А, главное, еще, знаете, кроме автомобилей, конечно, хотелось бы и по телефону разговаривать по-российскому. Так, да, 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 да. Да, и слушать... А то, что даже вообще нигде ни проектов ничего об этом не разговаривают, что там какие-то телефоны, может быть, наши какие-то будут. Да. Уже ли мы такие сволочи, которые не можем сами для себя сделать? Ну, а вы понимаете, вы отдаете себе отчет в том, что на разработку этих машин потребуются колоссальные деньги, которые могли бы, например, быть сейчас потрачены там на другие проблемы, на те же самые дороги. Вот вы... Конечно, понимаю. Но я понимаю еще то, что все-таки мы ракеты запускаем, как бы то ни было, и тоже большие-большие там деньги вращаются, которые привлекаются откуда-то, да, там летают у нас всякие ТИТа там или еще кто-то зарубежные, которые платят за эти деньги. Но я думаю, что можно это дело как-то использовать и в другом месте эти деньги. В каком другом месте эти деньги используют? Ну, как раз именно деньги, которые от космоса, которые от Советского Союза нам достался. То есть вы предлагаете... Именно в наше время использовать эти деньги, не просто куда-то, где-то для кого-то. Александр, а вас не смущает, что вот та же «Чайка», например, она была все-таки автомобилем вторичным, разработанным по образу и подобию американских автомобилей. А вот космос как раз у нас был абсолютно самобытный. И в космической индустрии мы были действительно впереди всей планеты. А вы сейчас предлагаете отнимать деньги от космоса и возвращать их в автопром? Ну, раз там сейчас топчется на месте, то пока пусть автопром займутся, автопром... Понятно. Долгить надо возвращать. Раньше не разрабатывали новую какую-то технику автомобильную в космосе, все деньги шли. Итог-то от космоса пока неизвестно, куда от чего идет. Поэтому сразу было бы сейчас нормально, мы бы его ощутили. Александр, понятно. Давайте послушаем Максима. Максим, приветствую, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Я, честно говоря, не застал тех благостных, наверное, для многих времен, когда наше руководство выше ездило на Союзском автопроме. Я застал уже современную Россию, когда куча денег бюджетных вливается в автоваз и так далее. И выхлоп от этого никакого. И я, честно говоря, совершенно не понимаю, зачем при текущем уровне развития автомобильной промышленности выбухивать очередные какие-то совершенно нереальные деньги в фактически черную дыру ради того, чтобы придумать один-единственный аналог тому же той же там BMW 7 серии. Но смысл в этом лично для меня отсутствует как данность. Просто, чтобы помахать кулаком и сказать, да, мы тоже можем, но что-нибудь можно вдруг другое придумать. Я не знаю, что ли? Ту же там у космической отрасли. Вот, да. Предыдущий оратор вывели в свою, так сказать, первозданную силу. Зачем чайки эти и победы и так далее? Я вообще смысла не вижу. Максим, спасибо за мнение. Один-один пока. За и против. Давайте послушаем Сергея. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вы очень интересную тему затронули о том, что, в принципе, у нас нет своих автомобилей гражданского производства. То есть и «Чайка» — это прототип Форда, и «Волга» — это прототип Форда, и «Филат» — это прототип «Жигули». Наоборот. Те были прототипами наших машин. Ну да, соответственно, да. То есть, в принципе, я думаю, что нет никакого смысла вкладывать в наш автопром, потому что исторически так сложилось, что Россия не умеет производить ничего для гражданских. То есть мы хорошо производим препараты для уничтожения человечества, да. Но что-то для создания благ человечества у нас просто так не принято. Было не принято. Это особенность русского менталитета. Да, правда. Да и сейчас, в общем-то, пока изменится, хотя бы три поколения должно пройти. Нет никакого смысла что-то вкладывать в русский автопром. А насчет привлечения лучше пусть строят заводы по сборке у нас в России. Ну, это делается. Заводы строят. И потихонечку занимаемся плагиатом дальше. То есть чем мы хуже китайцев? Пожалуйста, поставим колоды, своруем технологии, вызовем их за наши. Мы же не изобретали радио, как все нам говорят, что Попов изобрел радио. Ну, все же логично. Ну, тем не менее, понимаете, это тоже вопрос там Попов и Маркони. Все-таки работы шли параллельно. Попов же не воровал идею у Маркони, да? Просто идеи витали в воздухе и так далее. Да, конечно. Но и в России, и в Советском Союзе нам есть чем гордиться. Было чем гордиться, да? Безусловно. Безусловно. Нет, мы великая нация. Действительно великая. Изобретательная. Да, смотрите. Но мы здесь отстали. Что касается гражданского автопрома, мы значительно отстали. И гнаться, и вкладывать безумные средства в то, чтобы хотя бы как-то догнать и сравняться, нет никакого смысла. Лучше бы через этот этап перешагнуть. Экономика на данный момент позволяет это сделать. Сергей, спасибо. Мнение понятно. Примерно счет пока 2-1 в пользу того, что не нужно нам это. Да, вот как я сказал, у меня есть, нет единой, наверное, пока точки зрения, а есть как бы вот два меня таких. То есть, с одной стороны, мне кажется, что, конечно же, вопрос национальной принадлежности статусных автомобилей, он все-таки существует. И он важен. И сейчас после новостей я расскажу вам, как все устроено в других странах, почему это считается важным во всем мире, и почему, как мне кажется, в идеале в России тоже нужны такие собственные автомобили. Но с другой стороны, вот правильно сейчас уже двое слушателей сказали, у нас действительно гораздо больше сил, средств, денег и так далее, человеческих ресурсов уходило на оборонку и на войну, и гораздо меньше на автопром. Так может быть, стоит ли опять поднимать это дело, или лучше те деньги, которые планируются, а сейчас я расскажу, какие это деньги, немалые, планируются направить на программу кортеж, может быть, лучше отправить ее туда, там, где она нужнее, в то же вертолетостроение. Мы уже не говорим про там дороги и социалку. Давайте поговорим об этом после новостей, которые сейчас звучат на финансах. На чем ездить президенту России? На Мерседесе или на Зиле? Вот вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Ваше мнение важно и ценно. Звоните, пожалуйста, 65 10 9 9 6, код город 495, или пишите сообщение на сайт finam.fm. Национальная принадлежность статусных автомобилей важна всюду в мире. Президент США ездит на автомобиле марки Cadillac. Другое дело, что это не обычный Cadillac, не дорожный, а это специально построенный автомобиль на полноприводном шасси пикапа. Но президенту США в голову не придет ездить на, скажем, Мерседесе или на BMW, потому что Соединенные Штаты Америки воевали с Германией. То же самое Великобритания. Королева Англии ездит на Бентли, на специально построенном автомобиле на базе серийного Бентли, но опять-таки в голову не придет англичанам посадить ее на немецкий автомобиль. Французы, пожалуйста, то же самое. Там все попроще, но, например, Франсуа Оллен сейчас на инаугурации ездил на практически серийном Ситроэне DS5 на новом автомобиле. И в парке только французские автомобили. Южная Корея. Мы говорим о тех странах, где есть собственный автопром. Раньше ездили на немецких машинах, но теперь есть Hyundai Equus, и президент Южной Кореи ездит на Экусах. Китай. Ну, там фактически никогда такая вот коммунистическая советская тема не прекращалась. Есть лимузины Hongki «Красный флаг». Причем сейчас разработана новая модель. И почему это важно? Потому что никогда, вот в Европе никогда про это не забывают. Приведу пример, например, Maybach. Марка, которая концерном Daimler была возрождена из небытия около 10 лет тому назад, но сейчас продажи прекращены. Там много причин тому, но одна из причин, я уверен, в том, что Maybach в Европе не покупали, потому что помнят, что дизели Maybach стояли на подлодках у Бодзауги, которые топили, в том числе и там все, что плыло, в том числе и мирные транспорты топили. Понимаете? Это все помнят. Историческая память есть. И вот когда президент России ездит на немецком автомобиле, ну вот нормально ли это? Давайте послушаем, что скажет нам на эту тему Алексей. Алексей. Да, здравствуйте. Приветствую. Хотел сказать, что патриотические чувства – это хорошо, но надо не забывать финансовую составляющую. Абсолютно точно. А чтобы финансовая составляющая была логично распределена, было бы неплохо сделать заказ у каких-нибудь производителей, где производители сами бы вкладывали деньги, чтобы не был только госзаказ и не было распила, чтобы финансовые риски несло как и государство, так и сам производитель автомобилей. Ну, не знаю, там, Соменко вот вроде как бы занимается автопромом, вот, Прохоров занимается автопромом. Вроде как бы, да? Вы имеете в виду Марусю? Да, да, да. Емобиль, которых пока нет еще. Ни того, ни другого пока нет. Да, ну, чтобы бизнес совместно с государством, то есть были размещены заказы на изготовление автомобилей, были созданы сначала проекты, и по ним были бы просчитаны сметы, насколько это возможно. А не так, государство сначала рассчитало какую-то смету огроменную, а потом ее начали осваивать. Алексей, спасибо. Очень-очень разумно и резонно, и я вам, забегая вперед, хочу сказать, что в проекте «Кортеж» в общем-то есть зачатки такого подхода. Давайте послушаем, что скажет нам Павел. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Павел, да, я из Московской области. Я считаю, что нужно любить, во-первых, конечно, свою страну, поддерживать свои бренды, вот, поддерживать свои идеи и препятствовать все-таки иностранным компаниям, внедрять свои какие-то приоритетные продукты, вот, навязыванием, там, промо, таким вот очень сильным потоком, вот, типа Кока-Колы и так далее. В том числе и автомобильная, вот, потому что мне кажется, что именно это и происходит. Вот. Нужно, естественно, сотрудничать с нашими внутренними какими-то компаниями частными, вот, и разрабатывать собственные, в том числе и возрождать традиции и бренды. Вот, это мое мнение. Спасибо, спасибо. Что нам скажет Игорь? Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Я, в общем-то, говорю с точки зрения, ну, бывшего участника отрасли, я работал в автотроме, ну, правда, не в российском, европейском. Так, очень интересно. Могу просто сказать, с точки зрения самого производства, тут есть такой аспект, что любой автотром, это на данный момент не столько инжиниринг, а сколько, ну, вот, соответственно, это supply chain, это поставщики, это взаимоотношения с ними. Да, комплектующие и так далее, да, да. Да, так вот с этой точки зрения у нас просто на данный момент в стране непонятно, этот проект, это будет однозначно мелкосерийный, да, а цена его на разработку, она будет, в общем-то, как будто размазанная на какую-нибудь там платформу Peugeot Citroen на миллиарды. Миллиарды, миллиарды, абсолютно точно вы говорите, абсолютно точно. В этом вся и проблема, да. Ну, так вот с этой точки зрения, понимаете, я, можно иметь разные отношения к патриотизму и так далее, патриотизм может быть и хорош, конечно, но я больше чем уверен, что вот эта платформа, она ведь никуда больше не пойдет, то есть это будут фактически деньги, выкинутые на то, чтобы сказать, что я могу, вот, мы можем сделать автомобиль, но по факту мы не можем, потому что у нас нет поставщиков, у нас нет цепи, у нас нет налаженного производства. Разработать можно, Фоменко делает, наверное, много серийной машины, у него получается. Пока еще не получается у Фоменко. Ну, какие-то прототипы, да. Прототипы делать имеют очень многие. Вот именно, какие-то прототипы есть, серийный Маруси, не забывайте, пока нет и в ближайшее время не будет. Вот. Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что этот проект, это очередной, вот, типа, давайте сделаем свой беспилотник, да, то есть мы сбухаем туда, там, миллиард евро, да, и из этого сделаем 30 беспилотников на три года. Все, это ужасно дорого. Да, это правда, это ужасно дорого. Спасибо, Игорь. Это мнение человека, который знает, что такое автопром. Давайте послушаем Григория. Доброе утро. Доброе. Меня зовут Григорий, город Москва. Так. Значит, у меня два момента. Первое, я не то, что вы сказали по поводу других стран и автомобилей для высших лиц, там, президент Америки ездит на Кадиллаке и так далее. Дело в том, что вот в этих странах есть производство автомобилей, то есть эти автомобили, они базируются на неких моделях конкретных заводов. Конечно. Того же Кадиллака или Мерседеса и так далее. Конечно, которые продаются, которые, так сказать, там, окупаются или там не окупаются, но это обычный, обычный такой массовый автопром, конечно же. Да, то есть на базе массового автопрома просто есть специальный автомобиль, там, для президента. А у нас пытаются сделать просто автомобиль для президента, при этом не имея, как бы, завода этого же, да, для массового, там, какого-то производства автомобилей. То есть это, с точки зрения, мне кажется, это, ну, просто смысла не имеет никакого. Если бы там на базе УАЗа пытались бы сделать автомобиль для президента. Ну, это смешно. Растянуть, растянуть его Гранту, да, или Приору. Нет, ну, это смешно, но, по крайней мере, это как-то более экономически оправданно. Ну, да. Ну, и вот, чем просто на пустом месте делать завод, чтобы сделать один автомобиль. Да, но мы же с вами видим, что даже, не то, что там чиновники, да, а даже, там, председатель ЖЭКа какого-нибудь не сядет на Гранту или Приору. Они все почему-то покупают ленд-кройзеры за казенный счет, да, и Ауди А8. Ну, это просто, как сказать, вопрос... Это вопрос, да, это вопрос. Наше воспитание. Да. Григорий, спасибо. Ну, и последнее мнение, вот, сейчас послушаем Сергея Сергеевича. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел по этому поводу выставить, я обращаю вообще там по профессии, да? Так. Вот, я просто хотел сказать, что вообще это глупо обсуждать, надо ли машину президента или не надо, почему? Потому что это себе может позволить только развитая страна, которая, в конце концов, котируется в мире и все такое прочее, понимаете, да? Конечно, конечно. Поэтому это надо. И надо понимать, что когда мы сможем себе позволить такую, ну, машину, да, для президента, тогда мы уже можем... Абсолютно, абсолютно. Вот. Вы врач, вы врач, да? Да. Поэтому АППД. Скажите, нам есть куда потратить деньги, у нас все хорошо в медицине? Вот, так я же вам про это и говорю. Когда у нас, когда мы сможем себе позволить машину для президента, вот тогда у нас будет нормальная страна. Я же не говорю, что сейчас у нас нормальная страна. Я же вам про это и говорю, я не спорю в этом плане. Я прекрасно понимаю, что у нас создаются проекты для того, чтобы осваивать деньги. Вот и все. Да, Сергей Сергеевич, спасибо. Вот, смотрите, ну, все равно я хочу сказать, что разброс мнений есть. И есть люди, которые голосуют за, есть люди, которые голосуют против. И соображения, в том числе, вот очень простые. Можем ли мы это себе позволить? Как Южная Корея, как Великобритания, как Соединенные Штаты. Как Германия. И действительно, это колоссальный вопрос. Там, например, да, у нас совершенно не решена проблема пенсий. Мы, вот люди, предположим, моего возраста, которые выйдут на пенсию через 20 лет, неужели они тоже будут получать, вот неужели я буду получать, как мои родители, 9 тысяч рублей за всю работу в течение всей своей жизни, да? И не смогу никуда поехать на эти деньги, там ничего не купить, только будет хватать на оплату квартиры и на каши. Понимаете? Колоссальное количество проблем, которые надо решать, все-таки, вот как мне кажется, прежде, чем вкладывать деньги в проект «Кортеж». С другой стороны, люди могут возразить, что давайте мы сначала возродим эпоху, возродим веру людей в величие страны, и тогда все остальное подтянется собой, ну, фактически, да, само собой, автоматически. Есть два этих подхода. И интересно, что, в общем, в проекте «Кортеж», ну, есть прописаны некие, такие, скажем, рыночные механизмы. И давайте я об этом расскажу после новостей. Проект «Кортеж». Мои коллеги по авторевью Сергей Знаемский и Игорь Владимирский провели колоссальную работу, такое журналистское расследование. И вот что выяснили. Оказывается, проект «Кортеж», который разработан Минпромторгом, повторюсь, и Институтом НАМИ, предполагает создание целой гаммы машин. Это не только президентский ЗИЛ, но это еще и чайки, это еще и возрождение марки «Руссобалт», если кто не помнит или не знает. Была такая марка в начале прошлого века, русско-балтийский вагонный завод, опираясь на госзаказы. И, кстати, владел «Руссобалтом» один из, значит, Михаил Шедловский, один из важных чиновников в военном ведомстве царской России. Выпускал автомобили собственной разработки, «Руссобалты», легковые, грузовые. Выпущено было немного машин, но, тем не менее, эта страница в истории России была. И несколько лет назад, около 10 лет тому назад, была предпринята попытка возродить марку «Руссобалт» энтузиастами. Такой есть сейчас продюсер Виктор Такнов, энтузиаст, и его друг Анатолий Михайлов, такой тоже энтузиаст. Они вот пытались возродить «Руссобалт», мы об этом писали. Дело оказалось очень дорогим, естественно, как все связанное с автопромом. Поэтому у них просто не хватило финансов, и дело все застопорилось. Тем не менее, вот сейчас об этом опять вспомнили. И проект «Кортеж» предполагает, что до 2017 года будут разработаны и лимузины «Зил», и внедорожники, и минивены «Руссобалт», предположим, которые входят в «Кортеж», и автомобили поменьше «Чайка». И в том числе туда входит и бренд «Маруся», который вот автомобилей все никак нет, уже долгие годы, а тем не менее, значит, да, бренд есть. И Николай Фоменко предлагает свои услуги разработчикам этих автомобилей, потому что у него уже есть опыт некий. Другое дело, какой это опыт позитивный или негативный, об этом, я думаю, что в рамках «Дорожного просвета» мы отдельно поговорим, пока не удается мне заполучить в эфир Николая Фоменко. Хотя, конечно же, и вопросы к нему есть, и так далее, да, и по «Ёмобилю» есть вопросы. Ну вот, кстати, бренд «Ёмобиль» в «Кортеже» не, так сказать, не упоминается, но, тем не менее, очень все как-то, да, вот близко кто-то из слушателей упоминал и Прохорова как человека, который уже, оказывается, имеет отношение к автопрому. Пока нет, пока нет. Отношение к нашему автопрому имели настоящие «Чайки», настоящие «Зилы». Автомобили, которые выпускались действительно очень маленьким тиражом, особенно лимузин и «Зил», это были десятки машин, да, потом единицы машин. И я напомню, если кто забыл, выпуск и лимузинов «Зил» и «Чаек» был остановлен в конце 80-х фактически прямым распоряжением Михаила Сергеевича Горбачева на волне борьбы с привилегиями. Тогда все это было, финансирование разработки нового «Зила» было прекращено, а был уже проект новой модели с несущим кузовом до тех пор и фактически вот сейчас все «Зилы» еще рамные, эти вот огромные лимузины. Так вот, проекты были остановлены, на волне революционных настроений даже, в общем, уничтожили, в том, что касается «Чайки», на «Газе» были уничтожены все, и оснастка, и оборудование, и даже чертежи. Все это было потому, что тогда казалось, что вот эти привилегии, эти черные большие автомобили связаны с, скажем так, с военным коммунизмом. Да, и Россия должна идти в будущее без этого. И нам, вот я вспоминаю тогда, в конце 80-х, я был уже студентом, и мне абсолютно казалось, что это правильно, что все-таки советские символы должны остаться в прошлом. Да, у нас была там сначала Российская империя, потом был Советский Союз, но надо двигаться дальше. И надо двигаться дальше каким-то, не таким путем, какой он был в советские времена. И нам казалось, что сейчас вот прежде всего чиновники должны сесть на автомобили попроще, хотя бы на те же «Волги» российские, хотя бы на те же «Вазовские» десятки. Почему нет? Это нормальный автомобиль, в нем вполне можно передвигаться, тем более, что эти автомобили покупаются за казенный счет, за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков. Но мы помним, чем закончилась эпопея инициативы Немцова, когда он был тогда еще во власти, попытка пересадить обратно. Уже люди стали, чиновники стали покупать иномарки, была попытка пересадить их обратно на «Волги», была попытка, естественно, чиновники, которые набирали тогда силу и вес, хотели ездить уже на автомобилях покруче. И одно время было несколько ателье, в том числе в Нижнем Новгороде, которые переделывали «Волги», засовывали туда двигатели «Тойота» с автоматическими коробками, засовывали кондиционеры, обивали изнутри все кожей. И вот чиновник ехал вроде бы как на обычной «Волге», а на самом-то деле и нет, на самом-то деле и на иномарке. Но потом вся эта стыдливость абсолютно сошла на нет, и во многом это, наверное, конечно же, было спровоцировано тем, что президент России Борис Ельцин пересел на автомобиль марки «Мерседес-Бенц». Если это можно самому президенту, то почему это нельзя тем, кто во власти, всем остальным? И в итоге мы сейчас имеем то, что имеем. Мы имеем колоссальные автопарки за государственный счет, абсолютно премиум-премиум класса. Все эти автомобили созданы, разработаны, построены за рубежом, в основном в Германии, в стране, которую мы победили в 45-м году. И даже если говорить про «семерки» и «пятерки» БМВ, которые собираются в Калининграде, то тут не нужно тешить себя иллюзиями. Конечно же, российская сборка – это хорошо. Среднеузловая сборка автомобилей БМВ в Калининграде – это тоже хорошо, это даже не отверточная сборка, потому что машинокомплекты БМВ состоят из тысяч деталей, и их там собирают. Но, тем не менее, все придумано в этих машинах, вся интеллектуальная собственность и все ноу-хау – они родом оттуда. Так вот, инициаторы проекта «Кортеж» хотят изменить эту ситуацию. Они говорят о том, что, друзья, давайте мы разработаем гамму машин на нескольких платформах, причем подразумевается, что эти платформы вполне могут быть заимствованными. Например, «ГАЗ», насколько вы знаете, прекратил выпускать «Волги» собственные уже несколько лет назад, выпускает только коммерческие машины, но сейчас там разворачивается сборка автомобилей «Фольксваген» и «Шевроле». И почему бы, говорят нам авторы проекта «Кортеж», не взять тот же, например, «Фольксваген Фаэтон» – автомобиль представительского класса, и на его базе, то есть с этой техникой, не создать «чайку», например, надеть сверху кузов. Вопрос, насколько вот такой автомобиль будет считаться российским, помните, такой бизнесмен был Чичваркин, который «Евросить» построил. Ему сделали автомобиль умельцы. Внешне это 21-я «Волга», а внутри это «Порше Кайен». Машина очень красивая, в единственном экземпляре, причем Чичваркин, эксплуатируя такую любовь нашу общую к советскому прошлому, украсил ее чуть ли не там портретами Сталина, и там колеса были выложены, то есть колесные диски напоминали кремлевские звезды, выложенные чуть ли не кристаллами Сваровски. Вот на самом деле, эта идея использовать как основу зарубежный автомобиль и надеть сверху наш кузов, она, в общем, ничем, по сути дела, не отличается. За исключением того, что в проекте «Кортеж» предполагается, что эти машины будут выпускаться сотнями, тысячами и даже десятками тысяч в год, и для этого будут использованы и уже существующие заводы, и, возможно, новые заводы, и эти машины будут продаваться всем желающим, не только, то есть это будут не только государственные закупки, естественно, и, якобы, это все должно окупиться. Это вопрос. Это вопрос. Насколько это может окупиться? Все мы знаем, значит, пока в проекте «Кортеж» предполагается, что государственные затраты на всю разработку этих машин, целого семейства машин, не превысит 200 миллионов долларов. И это, в общем, вполне такие сравнимые деньги, потому что посмотрите, сколько Россия тратит на какой-то там саммит АТЭС. 20 миллиардов. Олимпиада будет стоить 40 миллиардов. А тут мы всего за какие-нибудь 200 миллионов, жалкие, получаем столько статусных автомобилей, которые будут нам поднимать дух и вселять в нас гордость. Но, с другой стороны, вот давайте посмотрим на реалии. Что у нас на самом-то деле? Мы упоминаем все Марусю, и Маруся включена уже, судя по всему, де-факто в этот план. То есть она получит государственную подпитку. Но Фоменко занимается своим проектом Маруся уже сколько? Ну, скоро 4 года. И Маруси должны были быть выпущены еще 2 года назад, но их пока нет. Потому что оказалось, что представление Николая Фоменко о том, что разработать автомобиль это просто и дешево, не соответствует действительности. Давайте посмотрим на, например, такой автомобиль, как Бугатти, Бугатти Вейрон. Машина, которая выпускается очень ограниченным тиражом, как раз все, в общем-то, очень похоже на вот эту вот идею, там, какой-нибудь Чайки или Зилы и так далее. Разработка. Фольксваген вбухал в это примерно миллиард. Машины продаются, уже продано около 400 машин стоимостью более миллиона евро каждая. Сейчас выпускаются родстеры, которые стоят фактически 2 миллиона. И Фольксваген в убытке. При том, что, естественно, Бугатти продаются по всему миру. И в Китае, и в Америке, и так далее. Так вот вопрос. Когда авторы проекта «Кортеж» говорят об окупаемости, они что, предполагают, что Зилы, Чайки, Победы и Руссобалты будут продаваться по всему миру? Что их там будут покупать? Вот эти вот, да, автомобили, которые созданы на известной зарубежной платформе и с нашим дизайном. Это колоссальный вопрос. Правда ведь? И давайте продолжим говорить об этом. А пока новости на финансах. Президентский лимузин. Автомобиль президента России. Зил или Мерседес? Каким мы хотим его видеть? Хотим ли мы возвращения чаек, побед и так далее на наши дороги? Обсуждаем эту тему. Звоните, пожалуйста, в эфир 65 10 996, код город 495. Или пишите сообщение на сайт finam.fm. Я вот рассказал вкратце о проекте «Кортеж» и не упомянул еще вот о чем. Тот лимузин, который уже разработан, марки Зил, о котором говорил Путин, на самом деле сделан на газе. Эту машину, вот уже фотографии ее где-то мелькали. Теперь мы в авторевью в новом номере, естественно, дадим и расскажем обо всех деталях. А пока вкратце. Эта машина сделана на самом деле... То есть она тоже рамная, как и обычные Зилы были. Но она сделана на шасси американского пикапа марки GMC. И там все агрегаты основные американские. Сделано это было по очень простой причине. Занималась разработкой, строительством, скажем так. Это нельзя назвать разработкой. Строительством. Потому что, опять-таки, это все вот та же самая идея, как машина Чичваркина. Как тот же самый Руссабалт, о котором мы в авторевью писали. Вот машина так нова. Когда берется автомобиль-донор, естественно, какой-то зарубежный BMW или Mercedes и так далее. С него срезаются внешние кузовные панели. Делается дизайн. И все это дело, значит, нахлобучивается сверху. Так вот, тот Зил, который показывали Путину, это фактически американский пикап GMC Sierra. С установленным сверху на эту раму и на эти агрегаты Зиловским кузовом. И вот на этой машине предлагается вместо Мерседеса ездить сейчас Путину. Вот, я не знаю, как вы к этому относитесь. Давайте послушаем, что скажет Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу сказать то, что у нас же в Москве как бы решают проблему с общественным транспортом, правильно? Да. Пытаются. Пытаются решить. Да, пытаются, чтобы всех пересадить на общественный транспорт. У нас как бы есть общественный транспорт представлен многими международными иностранными брендами Ford, Citroёn. А есть наш российский «Газель», правильно? Да. Он как бы еще коммерческий транспорт. Конечно. Как вы уже сказали, в Нижнем Новгороде там уже запускают производство моделей Volkswagen. Да. Ну, Volkswagen тоже имеет коммерческий транспорт. Конечно. Я предлагаю, что симбиоз как бы как вот МАЗ и МАН, да, соединялись как бы, чтобы МАН передал МАЗу более совершенные двигатели, правильно? Да. Было же такое сотрудничество? То же самое. То Volkswagen поможет решить проблемы «Газели» и как бы там коробку передач, потому что до сих пор у них вместо селектора, вот этого, как джойстика, до сих пор... Конечно, обычная механическая коробка, да. Да, вот то же самое. То есть «Газ» с помощью «Фольксвагена» сделает как раз автомобиль для президента. То есть это будет не длинный автомобиль, как бы лимузин, а более высокий, и там как раз можно будет проводить переговоры, а эта платформа будет использоваться на коммерческом транспорте. То есть люди будут ездить на этом автомобиле и как бы думать, вот тоже президент ездит на такой же машине, только у него там, ну, фарш побольше, там, навигационная система вот эта, ну и все. Ну, примерно это и предлагают авторы проекта «Кортеж», только, естественно, на том же шасси, на котором сделан лимузин, нельзя сделать коммерческие машины. Слишком разные задачи у этих автомобилей. Понимаете, да? Спасибо. Спасибо, спасибо. Давайте послушаем Александра. Александр, здрасте. Добрый день. Вы знаете, я считаю, что проект вообще, в принципе, носит чисто пиаровский характер, но в лучшем случае какие-то из, ну, не существующих проектов, например, та же Маруся, будут, ну, в общем-то, на формальных основаниях дофинансированы. Дело в том, что в России, я сам просто работал в электронике в Зеленоградской и хорошо себе представляю обстановку производства и вообще в широком смысле, вполне объявляя автомобильным или электронным. Дело в том, что школа в очень существенной степени утрачена, старые ушли, молодые, они пришли. Это правда. Говорить о том, что использовать какой-то гибрид нашего оборудования и импортного, это достаточно безграмотно хотя бы, потому что, во-первых, разные стандарты, разные технологии, разные сместимости, и даже если все это проработать, проект будет стоить гораздо дороже, нежели купить нормальный, импортный, качественный автомобиль. Да, конечно, унизительно для всех державы не иметь своей машины, но вопрос-то ведь не в том, чтобы, знаете, так, прикрыть фрам некой уникальной разработкой, нафаршированной иностранным оборудованием. Вопрос в том, чтобы поднять общую школу российского автомобилестроения. А вот это можно делать только на уровне международного разделения труда, поэтому не надо изображать из себя невинность, признать честно тот факт, что автомобиль мы делать разучились, и разучились достаточно надежно и качественно. И вот когда мы научимся делать нормальные конкурентоспособные на мировом рынке автомобилей, как вы привели пример с «Бугатти», обсуждать, будут ли реализовываться коммерческие лимузины во всем мире наравне с тем же «Бугатти», вот тогда уже можно будет говорить о том, что да, мы должны создать свой собственный правительственный лимузин, до этого времени существует прекрасная технология у того же «Мерседеса», тюнинговая по обеспечению безопасности, средства бронирования, средства противоминной защиты, средства противогазовой защиты, средства обнаружения, противостояния и так далее. Есть ли смысл копия ломать? Зачем мы сейчас брохаем очередные огромные деньги, непонятно во что? Кто мы с этого получим? Александр, понятно, а вот как рассуждают авторы проекта «Кортеж», они говорят, что давайте мы сделаем эти машины, как вот некий маячок, а вслед за ними потянется и все остальное? Вы знаете, это примерно то, что давайте сделаем ребенка, а все остальные дружно начнут рожать, да? Вот. Я сам отец твоих детей, я категорически отражаю, что они не начнут, не начнут, потому что обстановка разная, конечно, процесс дел, он не лишен из верхней приятности, но дальше начинаются проблемы, надо в сопли вытирать, да, в школу водить. Абсолютно точно. Пеленки стирать и так далее. Так вот, когда дело дойдет, собственно, вы поймите, та же электроника, она могла создать разработку превосходящую западные по целому ряду параметров. Еще в 80-е годы, когда все это цвело, а потом приходили на производство, производство говорило, боженьки, да мы же так не можем, да вы что, вот это убрать, это убрать, у нас нет такой разрешающей способности оборудования, у нас нет таких материалов и так далее. Абсолютно, абсолютно. Вот, в результате копировали иностранные микросхемы, в конце концов, и то их ухитрялись не довести достаточно, ну, скажем, новейших образцов до серийного производства, сколько пока копировали, не устаревали. Вот сейчас произойдет ровно та же самая ситуация, придет год, другой, третий, четвертый, мы, наконец, родим нечто, и это окажется опять отставшее уже от современного уровня того же западного, но это будет в лучшем случае позором. В лучшем случае позором. А так, вообще-то говоря, речь идет и о безопасности людей, и о между высшего государственного состава. Да, да, спасибо вам большое, и абсолютно очень разумно все вы сказали, и в подтверждение ваших слов можно вспомнить опять тот же самый Maybach, автомобиль, который был разработан на уже устаревшей к тому времени платформе 140-го Mercedes S-класса, то есть S-класса 90-х годов. А вышел он уже, продавался в 21 веке, когда обычные Mercedes, новые технологически уже опережали, как бы, гораздо более дорогой автомобиль Maybach. И в том числе, и это тоже привело к тому, что вот Maybach закрыт. Давайте послушаем, что скажет нам Алексей. Алексей, приветствую вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне кажется, это было бы здорово. Мы хотя бы немножко в этом подняли, может быть, свой престиж. Вот, конечно. На то и упирают авторы проекта. На престиж. Да, мне кажется, даже не нужно там ничего переделать, например, в «Чайке». Она и так красивая, шикарная машина. Это, если имеется в виду, ее оставить для президента. Если запускать серию, то, конечно, можно что-то видо изменить, может быть. Ну, чуть-чуть хотя бы. Ну, понятно, понятно. Алексей, да, спасибо, спасибо. Я в том, что просто почему? У нас министр обороны на принятии парада катается на «Зиле», по-моему. Да, 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 да. Шикарная машина. Почему бы нет? Да, да. А вы знаете, что эти вот автомобили, они тоже построены на базе американских пикапов GMC? Да, 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 я понял. Они внешне «Зилы», а внутри у них все американское. Да, да, мне кажется, это было бы очень здорово, чтобы хотя бы... Ну, было бы красиво смотреть, что наш президент едет на нашей машине, отечественной машине. Алексей, спасибо. Да. Именно на это, в общем, вот смотрите, да, такой голос, да, «Сделать нам красиво». Именно на это упирают инициаторы проекта «Кортеж», и вот как они выражаются, этот проект охватит частных лиц, представителей крупного бизнеса и официальных лиц, объединяя всех национальным продуктом, символом активной жизненной позиции и успеха, достигнутого трудом на своей родине. Родина, естественно, с большой буквы. Понимаете, и вот мы здесь много уже сказали разных слов. Получается, что как только мы начинаем анализировать это с промышленных позиций, все это разлетается в пух и прах. Получается, что на самом-то деле разработка автомобилей – это дело колоссально сложное и дорогое, а уж мелкосерийных машин, в особенности тех автомобилей, которые выпускаются тиражами в десятки, в сотни, в тысячи и в десятки тысяч автомобилей. Не из числа убыточным проектом. А мы как раз говорим, так сказать, про то, что Россия при нашей непростой финансовой ситуации будет вкладывать в это государственные деньги. И, честно говоря, мне не верится, что государственный вклад в проект «Кортеж», если он будет запущен, ограничится на том уровне в 200 миллионов евро, который озвучен. Потому что там общий бюджет гораздо больше, около, ну, фактически там упоминаются 600 миллионов, и 400 миллионов из них должны предоставить, должны обеспечить участники, как бы, да, то есть коммерческая некая идея есть. Но все мы знаем и про то, и не надо забывать, что в основном все наши автозаводы, исконно отечественные, они перекредитованы. Они де-факто, то есть, да, там газ, группа газ принадлежит Дерипаске, а на самом деле заложена в Государственном Сбербанке давно уже, да. АвтоВАЗ у нас, да, он принадлежит частично уже там Рено, Ниссану и так далее, но государственная помощь его 70 миллиардов рублей, чуть ли не там она сравнима со стоимостью вообще самого предприятия и так далее. И вот, конечно же, есть опасения, что «Кортеж» выльется в то же самое. Посмотрим, мы будем следить за ситуацией, читайте в свежем номере авторевью, который выйдет на прилавки на следующей неделе, полностью материал про «Кортеж», миллиарды за «Кортеж» со всеми подробностями и так далее. Вот, а мы, конечно же, вернемся к этой теме. Я не оставляю надежд заполучить в эфир Николая Фоменко, чтобы он рассказал о своем, так сказать, непростом опыте создания автомобиля «Маруси», который, напомню, до сих пор пока еще не выпускается. И надеюсь, что мы вернемся к этим темам еще не раз. А пока спасибо всем слушателям, спасибо тем, кто звонил. Всего хорошего!